На прошлом уроке мы сами говорили о такой основе, как разделение между учеными и тех, кто пытается быть на них похожи, но не является языком. У нас есть такие ученые, которые известны своей праведностью, своей богобоязнью, своей религией, то, что они делают дела с соответствием знаниями. И так же мы должны знать наших ученых, знать их имена. То есть, говорит, в наши дни, говорит, с прочим человека, перечислими, 10 имамов Ахалисуна и Аль-Джима, он не может этого сделать. Как может такое вообразить? Человек живет на этих землях и не знает, кто такой Бухари, имам, Бухари, имам, мусульм? Так это проблема. Да, друзья, знания, это не понимает, что он арабский и арабский, нет. Я понимает, что он нужна для жиха, для ссобра, для ссобра, для ссобра, на силу, ссобра. Знание не разделяется между арабами и неарабами. Нет, знание разделяется между тем, кто проявляет усердие в приобретении него, и тем, кто не проявляет усердие приобретении него. Поэтому мы должны знать наших имамов Ахли Сунн-Уль-Жима. Также следующая основа, которую мы должны поговорить, это разделять между Аулия Рахмана и Аулия Шайтана, то есть приближенными Аллахом и приближенными Шайтаном. Поэтому Шейх Али Саам Тайми написал всю эту книгу, которая называется Аль-Фуркан, то есть разделение между приближенными Аллахом и приближенными Шайтаном. Кто, говорит, кто является приближенными к Аллаху? Кто, говорит, такие приближенные милостивы, приближенные Аллахом? То есть, кто такие, говорит, приближенные Аллахом? Это те, которые, как Шейх говорит в аяту, что приближенные Аллахом, нет на них страха и грусти, они не печалятся. Это те, которые веровали и страшились Аллахом. То есть, приближенные к Аллаху, это те, кто объединили себя два качества, имана и тапва, то есть веру и богобоязнь. И поэтому Шейх Али Саам Тайми говорит тот, кто является, говорит, верующим богобоязненным, тот является приближенным к Аллаху. То есть, поэтому, говорит, первая вещь, это иман, говорит, и иман, ее степень выше, чем ислам. То есть, это слова, дела, убеждения, не увеличь, все уменьшается. И столпов у него шесть. А богобоязненность, это дела, да, то есть, ты страшишься Аллаху, и поэтому делаешь дьяничный. То есть, выполняешь приказы, сторонишь и запретов. И такой человек является приближенным, распоряженным к Аллаху. И если у человека нету имана, и не страшится Аллаху, нету тапва у него. Распивая спиртные напитки, спит между могил, не закрывая свою аура, то есть, не сторонится своей мочи, не поминает Аллаха, не молится, не постится. И такой человек тоже является приближенным, говорит, и нету, говорит, сомнений о приближенности. Однако он из приближенных шайтанов. И поэтому, говорит, наши дни, мы слышим, люди говорят, такой человек является валий. Мы скажем, да, этот человек валий, да. Однако он из приближенных шайтанов. И спрось, почему ты, скажи, потому что нету ни имана, нету ни тапва, нету ни молитвы, нету ни поста, нету ничего другого. Поэтому мы скажем, что, например, имам Абу Ханифа, он из числа приближенных к Аллаху, мин аулия Аллах. Мы скажем, да. Мы, говорит, его таким считаем, и расчет его Аллахом. Поэтому мы должны явно различать между приближенными к Аллаху, аулия Аллах и аулия Шайтан, приближенными к Шайтану. И Аллах знает об этом лучше. Продолжение следует...